Йоу, привет, это Комяк. Как видите, на мне сегодня зеленая рубашка, значит, тема сегодня недвижимость. Мне бы хотелось, конечно, для этой темы пойти куда-нибудь в поля, к застройщикам, в новостройки залезть, посмотреть качество, поговорить, зафиксировать какую-то естественную обратную связь от барыг, от строителей, от охранников. Но данный вопрос невозможно освещать с полей. Да и вообще для меня, если честно, как-то странно. Я вроде бы иду в поля, иду в новостройку, фиксирую все эти недостатки, беру интервью, значит, у строителей, у барыг, фиксирую это все, показываю. А в итоге просмотров меньше, чем у других блогеров, которые просто на камеру рассказывают про свои бытовые какие-нибудь там наслаждения. Там кровать у меня была, мы ее переставили, а на этой кровати у меня сын спал, мы его переставили. Или там, допустим, какой-то другой формат, когда приходит и спрашивает, а какие у вас проблемы? А вы знаете, я купил там в прошлом году, и вот это вот весь год. Ага, ну здесь мы вам поможем. И все, ептать, куча просмотров. Для меня, конечно, странно, поэтому вот я сегодня тоже буду накидывать в формате говорящей головы. Итак, почему никогда не стоит покупать новостройку в нашей стране в наше время? Как вы поняли, я буду вас отговаривать. Я всесторонне против такой покупки, несмотря на то, что я купил за свою жизнь. В Москве я прожил 8 лет и 3 раза покупал новостройки. И все удачно, все успешно. Не неделечки задержки, даже раньше сроков было. И все, в принципе, нормально. И рыночная цена потом у этих квартир тоже росла. Как это так, по итогу я буду вас отговаривать. Ну, потому что на данный момент больше опыта, и ситуация в стране тоже совершенно другая. Вы уже видели, как я принимал новостройку у Гранельки. Но еще, может быть, не видели, как я принимал новостройку у ЛСР. Называется ЖК Лучи. Вот пару фрагментов, как это было. Окна всегда, во всей квартире всегда грязные. Это тоже нарушение закона о защите прав потребителей. Какая-то... Здесь... Это проходная коробка для протяжки. А ты что это делаешь? Ну, правда, что сходу не было протяжки. Также может быть это кабинетаном. Когда сбыть уже идут заводы с кабинетаномом и с отверстием. Мы не стали сегодня забирать ключи. Подписывать все эти акты, брать там сверки этих счетчиков. Мы не стали. Почему? Потому что там косяки. Хочу сказать, что я дико пожалел. Пожалел. Сам себя уже грызу за то, что я не судился по тем маленьким недостаткам. Но было недостатков мало. И я думаю, а ладно, ничего страшного. Будем другими вопросами заниматься. И мы как раз занимали вопросами. То, что истребовали какие-то документы у застройщика. Поэтажный план, экспликации. Они не хотели давать. И вот я ходил, заставлял, вырубил. Заставил. Но теперь жалею, что не пошел разбираться в суд. А надо. И вам всем советую. Даже если незначительные маленькие недостатки. В любом случае идите в суд. Разбирайтесь. Взыскивайте. Забирайте. Штрафные санкции, пении, недостатки и тому подобное. Но если у вас нет новостройки. И вы думаете, нужно или не нужно покупать. Тогда я вам скажу, не нужно. Почему? Первое. Весь рынок новостроек построен на ФЗ-214. Что это за закон? Почему именно ФЗ-214? Если все взаимоотношения между потребителем и юрлицом. По каким-то там услугам, товарам. Всегда подчинен федеральному закону о защите прав потребителя. Зачем еще какой-то нужен? Все очень просто. На мой взгляд, его пролоббировали застройщики. Большой бизнес в нашей стране. Как нам всем известно. Идет в ногу. Не со временем. А в ногу или там вместе за ручку. С чиновниками. С государством. С государством. С сильными мира сего. Да, застройщики богатые, сильные мира сего. Пролоббировали закон вот этот вот 214. Почему пролоббировали? Потому что сам по себе 214. Он гораздо выгоднее для застройщиков, чем закон о защите прав потребителя. Например, самые яркие моменты. Самые такие, которые меня раздражают. И они существенны. В законе о защите прав потребителя есть 28 статья. Которые указаны, что если сроки по передаче объекта готового нарушены, то за каждый день просрочки положено взыскивать с исполнителя по 3% в день от цены самого объекта. Это превосходно. Это очень хорошая санкция. Потому что стоит у нас квартира 10 миллионов. И по 3% в день за один месяц просрочки набегает ровно такая же квартира. И еще 10 миллионов. Но сильным мира сего стало как-то обидно, что простой потребитель в случае каких-то проблем у застройщика сможет получить такую сумму. И они срезали. Срезали в 100 раз. В итоге получается сейчас, если физлицо покупает, 1,5% от ставки ренфинансирования за каждый день просрочки. И если вы думаете, ну это 214 ФЗ, а я вот купил по преддоговору, мне ничего страшного. Нет. По общей практике, по сути, всегда в судах, если есть какой-то такой вот договор стройки, всегда будут применяться нормы федерального закона 214. Потому что были случаи, когда застройщик сам убегал. Типа, а у нас не 214 ФЗ, а нам все равно, у нас преддоговор какой-нибудь. Или там и договор о подряде, или чего-чего-нибудь. В суде это будет 214 ФЗ. Уже только по вот одной этой причине стоит задуматься, а стоит ли вообще покупать вот эту вот долбанную новостройку, где все гораздо выгоднее для застройщика, нежели чем для потребителя. Вторая причина, почему не стоит покупать новостройку. Очень популярная причина это задержка самой стройки. Вы пришли на объект застройщику, вам пообещали, что будет готов, допустим, 31 декабря 2019 года, а в итоге сможете заехать только через полтора года. Потому что они не успели достроить. У застройщика, допустим, случились какие-нибудь там проблемы, задержки, изменилась проектная декларация или еще что-то. В итоге вы на целых полтора года ждали дольше. Допустим, вы пришли на стадии котлована, ждете два года, платите за проценты по ипотеке, снимаете недвижимость, думаете, готовитесь, все, вот-вот-вот наши экстренные затраты на жилье закончатся, и мы только будем платить за проценты, за свою недвижимость. В итоге нетушки. Все ваши расходы будут увеличены еще на полтора года. Это очень большая проблема, это очень много дискомфорта всем дольщикам. Вы, конечно же, можете сказать, ничего страшного, мы возьмем неустойку. Да, ну хорошо, допустим, вы купили квартиру за 10 миллионов, и за полтора года просрочки вам накапало полтора миллиона рублей. Ох, как много. Если бы вы же эти 10 миллионов рублей поставили на счет, то те же деньги накапали бы вам по счету в банке. Все очень просто, а может быть даже еще и больше. Накапали вам эти полтора миллиона, вы пошли в суд, выиграли суд, и суд вам сказал, да, вам было положено сколько тут, полтора миллиона, ну вот вам 200 тысяч, держите, пока, до свидания. И по 333 статье гражданского кодекса, естественно, всем так, всем, практически всем срезают. И не в два раза, не в три, не в четыре, а 90% срезают и отдают 10% от всей суммы, которую вы запросили, и этого достаточно, считают это еще хорошо, пусть радуются. Третья причина, никогда не покупать новостройку. Вам просто в итоге построят не то, что вы ожидали, не то, что вы хотели. Как всегда, вы приходите в офис к застройщику, вам обещают золотые реки, вам говорят, это будет дом, весь усыпанный сусальным золотом, придомовая территория, будут как сады дворцовых поместьй, лифты будут скоростные, огромные, везде будет большое, огромное остекление, высота потолков будет 4 метра, и вам все это лепят, лепят, вы верите, да, 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 проходит пару лет, вы приходите, а там совершенно не то. И дом уже совсем не в золоте, а в какой-то шпаклевке, и во дворах уже ничего нет, да и площадь там будет совершенно не та, обещали вам 60, а дадут 50, ну а как, что вы хотели, у нас не получилось, мы вам разницу вернем, ничего страшного, и то даже не вернуть, вам придется ее заставлять, вам придется заставлять застройщика, чтобы вам вернули эту разницу. Ну и, конечно, все эти недостатки, вы приходите, там отваливаются, дверей нет, окна сломаны, шпаклевки нет, стены кривые, и все, и за это тоже надо будет бороться. Совершенно не то, что ожидали. И такая история практически везде. Даже какие-нибудь топовые, большие застройщики, которые строят там за огромные деньги, они тоже халтурят, они тоже изменяют свою проектную декларацию. И тоже бывает так, что вместо садов и школ во дворе открывается какой-нибудь торговый центр, или еще один огромный человейник. Четвертая причина, почему не стоит покупать новостройку. Допустим, вы такой же ушлый, как и я, а может быть даже гораздо ушлей, подождали свои там год, два, три, неважно, получили все-таки свою квартиру, подали в суд, посуду выиграли. Нереальные деньги, допустим, 3 миллиона рублей. Радостные, все, пошли с исполнительным листом, приходите в банк, бац, а застройщик обслуживает уже не тот банк, который в вашем договоре прописан, а другой. И вам надо будет узнать, что это за банк. И тут начнется самый настоящий квест. И там, и там, пробуйте, не знаете, где достать настоящие актуальные реквизиты, кто обслуживает юрлицо. Хорошо, вы думаете, а нафиг я не буду с этим мучиться, я отдам лучше судебным приставам, пускай они разбираются. Отдаете судебный пристав и опять ждете там три месяца, полгода, год, два, неважно, опять ждете. Опять суета, морока, опять дискомфорт. И это если еще на счету у застройщика есть свободные деньги, которые можно забрать, а если нету, будете ждать, пока там не появятся денежки, чтобы можно было вам списать. И кроме вас еще там человек 100 тоже ждут. Поэтому ждите, покупайте новостройщики и ждите, когда у них появятся денежки. Ну и пятая, самая основная, самая ужасная причина банкротства. Хочу вам сразу сказать, нет таких дебилов или лохов, которые понимают, что вот этот вот застройщик по-любому через два года или через год обанкротится, но я все равно у него куплю. Я же дебил, я же лох, я же ничего не понимаю. Таких не бывает. Все думают, что все красиво, все хорошо. И когда дольщики, допустим, обманутого этого же Urban Group приходили к ним в офис, они смотрели на все эти награды. Urban Awards, там еще какой-то, лучший застройщик, там 15-го года, лучший застройщик 13-го года. Все это они видели, ощущение, что классный застройщик, ответственный застройщик. Естественно, продавцы этого застройщика тоже говорят, что вы что, мы все объекты строим хорошо, у нас огромные планы, у нас огромные перспективы, у нас все круто, у нас уникальная архитектура. И так везде. Каждый застройщик вам скажет, что все супер. И каждый будет гарантировать вам, что они не обанкротятся. Но проходит какое-то время, проходят какие-то проблемы, наступают. Или даже изначально самая вышка вот этих вот застройщиков, так скажем, учредители, они так и планировали набрать кучу кредитов, набрать кучу инвестиций и типа сказать, извините, у меня не получилось, а деньги уже выведены, потеряны или еще что-то. В итоге страдает дольщик. И знаете, вот сама вот суть банкротства, она не просто как, ну вот обанкротились, жалко, давайте теперь будем ждать. Нет, ты приходишь к застройщику, решил сделать прямо инвестиционное такое вложение, купить за 5 миллионов, а потом через пару лет можно будет квартиру продать за 10. Ну знаете, как все вот эти вот инвесторы мамкины в ютюбе там или в интернете рассказывают, как они подбирают крутые объекты, которые по-любому интересные, по-любому инвестиционно привлекательные, все, они прям так советуют вам. И естественно, вы покупаете, проходит 2 года, вы понимаете, что они не успевают. Ну ладно, ничего не успели, это со всеми бывает, это трудный рынок, здесь стройка, тут много чего зависит, подожду еще годик, вы ждете еще годик, уже 3 года прошло, а вам все говорят, нет, мы опять перекинем даты, мы не успеваем, не можем, вот тут проблемы. И еще год проходит, и в итоге через 4 года они говорят, а мы не сможем, мы банкротимся. И вот тут вот уже наступает расстройство. 4 года ждали, все, ничего не получилось, деньги ваши, вот эти 5 миллионов, они потерялись, они также и остались, эти 5 миллионов, но в нашей стране инфляция, поэтому эти 5 миллионов, сейчас как 3, совсем неинтересно. И вот вы ждете, пока будет банкротство, может быть кто-то и вернет свои вложенные деньги, а может быть и не вернет. В итоге, слава богу, есть такой дом РФ, государственная организация, которая достраивает трудные объекты, и вы ждете еще 3 года, чтобы вам достроили эти ужасные, злосчастные объекты. И это в лучшем случае, через 8-7 лет вы получите свою квартиру, и она будет совершенно не та, потому что дом РФ, как всегда, достроит тяп-ляп, в квартире все тот же хаос, все кривое, все криво, все сломано. Кому давать претензий, вы не знаете, потому что вы заключали договор с одними, а тут вообще другой уже подрядчик. А еще у вас был с застройщиком договор на отделку, отдельный. Естественно, дом РФ не будет это доделывать, поэтому вы просто потеряли эти деньги. А еще вы купили машинное место в отдельно стоящем паркинге, этот паркинг тоже не буду достраивать. Ну и, конечно, вы выйдете во двор, в придомовую территорию, посмотреть, как там все облагорожено. И такого ничего не будет, там будет раздруха. Как и сейчас на достроенных объектах от Urban Group. Ничего того, чего они обещали в своих красивых буклетиках, флэрочек. Вы скажете, так у нас же теперь эскроу-счета есть. Классная штука, теперь все дольщики застрахованы. Да, да, теперь это, конечно, уже лучше, но примерно все остается то же самое. Вы ждете несколько лет, объект не смогли достроить, тянут еще пару лет, в итоге, да, обанкротились, все, вам денежки вернулись. Вы с битвой, с боем за пару месяцев, быть может, вернете только ту сумму, которую вы вкладывали. Потому что по закону 214 ФЗ проценты на этот вклад, на эту сумму, на этот счет не начисляются. Поэтому заберете ровно то, что и закопали. В итоге, значит, потеряли. Ну и не забывайте, мои дорогие зрители, что это крупный бизнес. Как я и говорил, в основном крупный бизнес в нашей стране подвязан как-то с чиновниками, с сильными, мира сего, с депутатами, с полицией, силовиками, да с кем угодно. В Воронеже, вот мы недавно помогали девушке, у них застройщик называется ООО «Силовик». Естественно, я когда увидел, сразу понял, откуда растут ноги. Помню, мы с Антоном Ядровым как-то ездили в другой город, помогали дольщикам, обманутым. Так там такая история была. Договорились строить, все нормально, строят год, два, три не могут, пять строят, не могут, уже лет шесть, семь строят, все, решили все-таки обанкротиться. Обанкротились, кинули дольщиков, всех все дела. Проходит еще лет пять, там шесть, семь, неважно. Муниципалитет, город проводит тендеры, чтобы кто-то все-таки достроил эти дома и обманутые дольщики были уже при жилье. И как вы думаете, кто выигрывает этот тендер? Да, все тот же застройщик, который обанкротил эти самые стройки. Не ведитесь, не ведитесь никогда на вот этих вот сказочных балаболов, которые проводят якобы какие-то там анализы, смотрят какие-то документы, от застройщика и говорят, здесь вероятность с банкротством равна нулю, здесь прямо выгодный объект. Нет, не парьтесь, если вы просто ищете для себя жилье, не связывайтесь с этими анализами и всем этим прочим. Этим занимаются какие-то специфические люди под названием инвесторы. Они понимают все риски, они осознают, что это риски, что это бизнес, поэтому они вкладываются, поэтому они ищут более выгодные, так скажем, объекты, перспективные объекты, где будет расти цена и так далее. Это совсем другая специфика, это целый рынок, это не для обычных потребителей, которые задолбались всю жизнь снимать жилье и ищут хоть какую-нибудь квартирку купить себе, чтобы уже не платить какому-то дядьке, а за свое платить, за родное. На этом вроде бы все, это самые такие основные сильные моменты, чтобы отговорить вас от покупки новостройки. И в этом плане, я думаю, вам стоит ко мне прислушаться, почему? Потому что в принципе мой хлеб, как риэлтор, это помогать людям принимать новостройки, я на этом живу. Если никто не будет покупать новостройки, то и мне не будет собственно заработка и хлеба. Но это не проблема, я найду свой хлеб, я буду покупать, я буду перепродавать, но мне будет приятнее, когда в нашей стране будет порядок, будет все красиво, и естественно рынку новостройок придется сильно меняться, если там не будет покупателей, если там не будет потребителей. Если вы думаете, переживаете, волнуетесь, взвешиваете за, против то лучше не покупать если вы готовы рискнуть если вы инвестор если вы сильно настроились то берите я уже вас не 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 отговорю ну и не забывайте что я помогаю помогаю дольщикам принимать новостройки в самом лучшем виде самым выгодным образом забирая все свои зря уплаченные деньги и заставляя застройщика заплатить штрафы пение неустойки и сделаю все возможное чтобы дольщику было приятно от приобретения вот такого вот рискованного продукта новостройки можете не писать мне в комментариях как с тобой связаться где какие контакты вот в описании к ролику есть контакты есть моя электронная почта есть telegram пожалуйста пишите задавайте вопросы если нужно просто какой-нибудь консультацию как как-то поделиться опытом посоветовать что тут все бесплатно пожалуйста или прям письменно или созвонимся расскажу что да как а если уже нужно конкретно помощь в приемке квартиры или еще какие-нибудь вопросы по недвижимости купить или продать пожалуйста обращайтесь с удовольствием окажу вам такую услугу на этом все большое спасибо за внимание надеюсь данная информация вам как-то поможет направит подскажет что-то напишите свою благодарность свое мнение в комментариях и не забудьте поделиться этим прекрасным видео с другими дольщиками или с другими людьми которые планируют решать какие-то вопросы по недвижимости с жильем делитесь рассказывайте пусть все будут умные и ушлые как мы с вами все спасибо до встречи